Доклад Елена Владимировна. Ну, прежде всего, я вам рассказала, что оригинальная часть моего доклада, она основа была на работах, в полном месте с моими коллегами из Минического института, Лукашевым Владимиром Николаевичем и Сергеевым Владимировым Николаевичем. Собственно говоря, если говорить о сути доклада в одной фразе, то это будет речь о том, что как такой объект, такое понятие, как черно-белая дра, что это такое, мы будем тоже обсуждать в ходе доклада, может помочь для решения одной из космологических задач, а именно задача космогенезис, как, собственно говоря, откуда взялась Вселенная как таковая. Значит, здесь слайд посвящен краткому, здесь краткоизложен содержанию этого доклада. Сначала я буду говорить об экстраполяции стандартной космологической модели в прошлое, после этого будет небольшой экскурс в том, какие условия, начальные условия обусловили, с какими начальными условиями стартовала наша Вселенная, затем появится такое важное понятие для всей этой идеи, как интегрируемость в регулярности, дальше речь пойдет, собственно, о том, что такое черно-белые дыры, и как их можно моделировать, и, наконец, несколько слов о том, что такое астрогенная Вселенная. Вот как можно догадаться из названия, астрогенная Вселенная – это Вселенная, которая порождается в звезду, например. Так, ну вот это картинка, которая тоже, аналогия, которые часто показывают, когда ей находят космологию, это всего рода короткая история времен. Вот, похоже, картинка была у Инны Ярославной, но у меня картинка менее традиционная, может быть. Ну, может быть, поэтому более идея. Менее традиционная, скажем так. Значит, прежде всего, по вертикальной оси – это масштабный фактор. В принципе, даже не так важно, что это масштабный фактор, важно, что это некая функция времени, и время у нас течет снизу вверх. И замечательно. Значит, по горизонтальной оси – магранжевый координат. Скажем, красная линия – это световой конус прошлого, вот он уходит вниз, да? И синяя – это как эволюционирует радиус 4 кривизны, тоже магранжевых координат. Какие здесь важные точки есть еще? Да, есть точка, где А – масштабный фактор, а его единиц – это тут наша современная Вселенная. Поскольку традиционно масштабный фактор нормируется на единиц в настоящий момент время. Е – это точка, когда в эволюции Вселенной стала доминировать темная энергия. Это произошло примерно 4, может быть, 5 миллиардов лет назад, примерно тогда, когда возникло Солнце. До этого была стадия рекомбинации вещества, стадия равенства чуть раньше, стадия равенства излучения и вещества. Хотя, в принципе, конечно, они очень близки. Здесь, как вы понимаете, не в масштабе рисунок, это просто некая схема. Вот эта вот область М – это момент времени, когда появляется собственное вещество уже после инфляции. Вот она, инфляция здесь. И вот 0 и – это точка, скажем так, начала, последней инфляционной стадии. Скажу, вот по большому счёту, после того, как начала доминировать тёмная энергия Вселенной, мы тоже живём в некой инфляционной стадии. Но инфляции всё-таки обычно называют вот эту вот, вот эту вот область, а не вот эту. Ну, это традиция такая. Ну, и на этом рисунке очень хорошо видно, что такого рода инфляционных стадий вообще могло быть несколько. И никто нас в этом плане не ограничивает. Так, вот такая у нас краткая история времён. И, значит, и когда мы говорим о космогенезисе, мы должны говорить о временах вот где-то вот здесь. То, что было до инфляции. Ещё что важно заметить, последнее время, вот сам термин «битбэнк», что это такое, он, его понятно, немножко смещается. Раньше это была некая первичная там символярность, откуда всё началось. У меня сложилось впечатление, что сейчас под «битбэнком» называют вот это вот эти, вот это вот. После инфляции, когда происходит разогрев Вселенной, когда появляются температуры и вещества. Ну, в Стеровинске так называют. Вы знаете, рубаков так называют, группы с рубаком так называют. Поэтому я так понимаю, что уже нужно, если употребляешь термин «битбэнк», надо говорить, какой из «битбэнк» вы имеете в виду. Нет, ну, из картинки, кажется, у вас всё было совершенно понятно. Но это вопрос терминала «битбэнк». Тем не менее, получается такой двояльный термин своеобразный. Так, значит, если мы говорим о ранней Вселенной, то её диаметрия, поскольку у нас есть малый параметр ранней Вселенной, это амплитуда возмущения. Почему мы знаем, что возмущения были ранней Вселенной малыми? Мы это знаем, потому что мы наблюдаем анистерапию электровозлучения, и она мала. Мы знаем, как возникают галактики более-менее, на исключение, быть может, детали. И мы тоже знаем, что всё началось с довольно маленьких возмущений. Значит, в нулевом приближении мы можем использовать, вот в нулевом приближении мы можем рассматривать Вселенную как просто некий хабблский поток, который описывается масштабным фактором. В первом порядке, в теории возмущений, у нас появляется некая структура, и, следуя лифшицу 46-го года работе, мы можем раскладывать возмущения метрии, это не скалярные, и левые, и т.з. Значит, очень часто, когда говорят о скалярных возмущениях, я буду говорить о Т-моде, о Т-моде, рационные волны, и В-моде, хриловозмущения. Так, значит, в нулевом порядке мы можем написать уравнение Эйнштейна. Вот в такой форме оно записано, несколько, может быть, нетрадиционно. Значит, это у нас масштабный фактор, h с точкой на а, точка — это время. Значит, вот это современное значение постоянной хаббла. Вообще говоря, постоянная хаббла — она функция. Вот, так уж сложилось, что постоянная хаббла и функция хаббла — это одно и то же, и всё это имеет некую зависимость от времени. Тем не менее, мы можем переписать вот в таком вот виде вот это отношение. Значит, это, соответственно, будет у нас масса планка. А вот эта часть — это левая часть уровня Эйнштейна, это правая, это вещество, которое там есть. Вот эти числа — это то, чему это равно из наблюдений. Вот это радиация, конечно, излучения. Сейчас плотность материи, излучения, она очень малая, и она эволюционирует как четвёртая степень масштабного фактора. Это обычное вещество, плюс, конечно, тёмная материя, которая здесь, конечно, основную часть в этом 0,3 даёт. И вот это наш, ну не наш, конечно, а просто космологический лямбда член, ну и одна вторая. И понятно, что если мы устремляем масштабный фактор к нулю, у нас будет получается вот такая функциональная зависимость. Очень полезный параметр, который тоже я буду использовать чуть позднее, — это параметр гамма. Вот его определение. Значит, h — это постоянная или функция хаббла, как хотите. Вот его можно посчитать, и получается, что гамма-параметр, он меняется вот вблизи единицы. Но это, что-то некие определения, очень важные. Значит, если параметр гамма меньше единицы, то это инфляция. Просто по определению. Здесь очень хорошо, ну, это можно показать, это взаимозаменяемые такие определения того, что такое инфляция. Тогда есть ускоренное расширение. Если гамма-фактор больше единицы, то инфляция — нет. Что еще важно заметить? Это, собственно говоря, некий аргумент в пользу того, почему во Вселенной была инфляция. За рационно-доминированную и полевую стадию расширения Вселенной Вселенная успевает, это легко посчитать, просто знает, как эволюционировать масштабный фактор. Вселенная успевает расшириться в 10-30 раз. Если мы в качестве начального размера Вселенной, такого логичного, без общих соображений, берем планковский размер, это означает, что размер Вселенной должен быть порядка сантиметра в миллиметр. Что несколько противоречит наблюдаемым данным. Если мы будем пересчитывать, это означает, что Вселенная к моменту начала рационно-доминированной стадии должна уже быть порядка размер планка умножить на 10-30. Откуда это взять? Инфляция. Инфляция за быстрое время дает нам очень быстро расширение. Так она устроена. Таким образом, большой размер Вселенной, он вообще не связан с тем, как Вселенная рождалась. Это просто следствие того, что в ней была эволюционная стадия. А вот однородность Вселенной связана, и об этом мы будем немножечко поговорить. Еще несколько замечаний о том, как описывать раннюю Вселенную. Значит, в первом порядке она, раннюю Вселенную, может быть описана при помощи осцилляторов, значит, это скалярная мода. Скалярная мода является источником структуры в веществе, в которой мы имеем, и ее эволюция, это скалярная мода, приводит к возникновению галактик, скоплений и вот всего того прочего. Мы можем судить и о неком совокупности влияния скалярной тензорной вихревой мод, исследуя как-то анистропия в вековое излучение. От этого никуда не деться. При этом, поскольку Вселенная, как мы знаем, она расширяется изотрудно, это означает, что вихревая мод, вот эта, она подавлена в силу естественных значений. То есть реально по анистропии и поляризации рейдового излучения мы получаем информацию о сумме вот этих двух вкладов. Значит, из общих соображений можно построить вот такого рода ограничения. Скажем, когда будут более подробные информации по байсику, потому получилось ли померить поляризацию рейдового излучения, связанную с броволными, нет. Вот здесь, конечно, будут более какие-то конкретные на этот счет разговоры. А пока можно и подождать. Тем более, что, как я понимаю, недолго, и обещают, что это не в октябре данные на этот счет. Как рождается возмущение метрики? Они рождаются кванторегуляционным способом. И то, как рождается галлюциционная волна, было описано Леонидом Петровичем Крещуковым в работе 1974 года. Ну, рождение С-мод, это известный штат Владимир Николаевич Лукаша. Проблема рождения, задача рождения скалярный и тензорный мод, космологическое измущение по фридумской модели, она сводится вот к такой квантово-механической задаче об эволюции элементарных социлляторов. Значит, это частоты, двуновое число. А b это коэффициент пропорциональности, это отношение скорости звука к скорости света в среде. Для ранней Вселенной это практически единица, и обычно это вообще не вижу. Значит, во внешнем, нестационарном поле, пространственное время Менковского, комфортное время, кардинамы. Значит, вот соответствующие действия, лагранжианы, вот этот сам осциллятор, а вот альфа, внешнее поле. Если у нас есть просто глюционные волны, там есть поперечный бесследованный компонент метрического тензора, и вот это вот внешнее поле альфа, это по большому счету с точностью до константа размерной, это просто масштабный фактор. Ну, как я уже говорил, и β равняется и делится. Если мы хотим описывать, как рождается скалярная мода возмущения, ну, вот эта вот штучка, это суперпозиция, граф потенциала одного из них и потенциала скользкость. А соответствующий параметр альфа устроен несколько сложнее. Это масштабный фактор, и вот этот параметр гамма, о котором я уже говорила, в более высоких производных от масштабного фактора не возникает, что забавно. То есть, получается, в некотором роде глюционные волны, космологические, открытия которых космологи вот ждут, ждут и ждут, вещь более фундаментальна, чем возмущение плотности. Вообще, мне не нужно никакого вещества, чтобы же там что-то было. То есть, ограничения на это вещество их гораздо меньше. И это правда оксайдно. Что еще более фундаментальны, бывает сложнее открыть, чем менее фундаментальны, число которых, наверное, нужно все-таки отнести возмущение плотности. Значит, ну вот еще одна прозрачка проэлементарный осциллятор. Вот то уравнение, которое можно написать, как для скалярных возмущений, так и скаляра, описывающего глюционные волны. Вот эффективный потенциал, как функция потенциалов альфа. И вот такой вот он имеет вид. Все это решается без проблем. Значит, мы получаем, что в адиабатической зоне у нас есть просто свободные осцилляторы, а при выходе в параметрическую зону через горизонт у нас поле, оно замораживается. И мы получаем спектры, естественным образом. Значит, общий результат. Общий результат касается того, чему равняется амплитуда глюционных волн и отношение глюционных волн и скалярных возмущений. Это 4 гамма. Поскольку гамма меньше единицы, это означает сразу, что глюционный волн на ней, их не может быть очень много. Иначе это будет противоречить просто наблюдаемой картине. Вот. И вот оно еще напоминание о том, что такое инфляция. А это был небольшой экзот, что как устроена ранняя Вселенная. Это есть фон, и есть возмущение на нем. Значит, соответственно, если есть фон, если есть хабульский поток, можно сказать, что рождение Вселенной – это рождение хабульского потока. Вот. И вот оно, это условие. А две точки больше нумер, либо параметр гамма меньше нумер. Вот. А рождение структуры – это разрушение хабульского потока. Ну, примером, такого рода структур можно считать там голуюсть темной материи и, в частности, черные дыры. Вот. Это словосочетание, которое родит наши два доклада. Черные дыры. Значит, итак, Вселенная она… Опа. То, что я говорила, и вот то, какая существует сейчас парадигма космологическая, она не дает ответа на то, как возникли большие плотности во Вселенной. А мы предполагаем, что все начинается с каких-то больших полостей. Непонятно, как возникает расширение и какова начальная симметрия. Извините, а почему Вселенная молодая? Это изменило возраст Вселенной, оценка? Не совсем. Не совсем. И это, скорее, такой вопрос методологический о том, что такое молодая Вселенная. Можно ли ее считать молодой? Как вы могли заметить, тут три автора доклада. Я, как один из авторов, не могу игнорировать мнение других авторов. Вот так вот и закрался до слова молодая. Ну, может быть, Владимир Николаевич, присутствующий здесь, точнее, один Владимир Николаевич, может быть, он прокомментирует так. Итак, вот это вот три вопроса, это и есть вопросы космогенезиса, которые мы здесь будем обсуждать. И к решению этой проблемы мы, наверное, покажем, какой-то интересный путь здесь. Значит, в сегодняшний момент существует несколько космологических концепций, которые, по большому счету, они сменяют одно другое, и, естественно, какое-то время они живут параллельно. Первоначально как-то просто постулировался. Был космологический постулат. Вселенная однородная и затрудная. Вот такая вот оно и есть. Я думаю, что это вот до того, как появилась инфляция, вот так вот оно и было. А после того, как появилась вот эта вот идея, что была администрация стадия, которая позволяет многие проблемы космологические снять, вот от этого постепенно стали отказываться. И появилась стезис о том, что Вселенная рождается из ничего, из некого ложного вакуума, который, значит, разрушается, и стартует эволюция Вселенной. Что интересно тут заметят, это то, что вот эту фридманскую симметрию, фридманский мир, в котором мы живем, это во многом продукт инфляции, потому что она выглаживает естественным образом все какие-то начальные кризисы. Она укуновилась далеко за призом. По крайней мере, большинство инфекционных моделей поступает именно так. Я бы даже сказала, что нужно сильно постараться, чтобы сделать короткую инфекционную модель, чтобы уложиться как раз в те размеры Вселенной, которые у нас есть. И, наконец, вечная инфляция, которая имеет такое, намного сказать, неуклюжий термин, как мультиверс, и поэтому это не приводится на русский язык. Мультиверс и мультиверс. Это такой вот булькающий котел, в котором постоянно что-то флуктуирует, рождаются пузыри, часть из этих пузырей начинает расширяться, часть склопывается обратно и не приводит к никаким интересным последствиям. Значит, это вечная инфляция. Ой. Вот, вечная инфляция. Вот этот вот субстрат, в некотором роде первичный, там флуктурует и кривизна, и естественная материя, и там флуктурует метрика, и это, скажем, описывать совсем непросто. Значит, мы опять приходим в двум. Все эти концепции, естественно, они не отвечают на вопрос о том, откуда взялись эти сверхвысокие кривизны и плотности, и что же запускает запуск расширения Вселенной. Ну, дальше, начиная изложение собственной нашей финальной концепции, и начинаем мы с того, что Вселенная не единственная, и, возможно, будут другие Вселенные. Скажем, эта концепция, она естественно возникает, поскольку у нас появляются материнские дочерние Вселенные. Значит, мы полагаем, что все-таки расширение Вселенной начинается с некого начального сингулярного состояния. Можно назвать его сингулярностью. Но теперь же становится предметом... Значит, если Вселенная не единственная, а расширение Вселенной нашей... Значит, много сингулярностей вам надо... Значит, ну, в результате нужно уже говорить о том, что это за такая сингулярность, каковы ее свойства, значит, и если сингулярностей много, как это они возникают? Дальше, тезис сингулярности формируется внутри черной дыры. Ну, со времен очень далеких, известно, это общее решение, в обравнении Эйнштейн, существуют черные дыры, и они неизбежно, по-видимому, возникают у нас во Вселенной. Существует наука-астрофизика, где люди занимаются тем, что ищут такого рода объекты. Естественно, напрямую наблюдать черную дыру нельзя, но есть просто потому, что она ничего не излучает. Но, тем не менее, наблюдая объекты, мы можем судить о том, какая масса находится внутри некого очень маленького радиуса. Вот, и получается так, что черных дыр, в принципе, довольно много. Черные дыры — это продукты валют и звезд, и вот черные дыры средних и больших масс находятся в центральной части Галу-Галактики. Это достаточно хорошо исследовать на мой взгляд вопрос. Исследуют поведение, например, звезд, звезд внутризвездного скопления, когда сблизи этой черной дыры, и нюансы траекторий позволяют сказать, что внутри именно черная дыра нишут еще, потому что иначе такую массу, такой маленький объем просто не засунует. Итак, черные дыры возникают, и внутри в них возникают сингулярности. Возможно... Упс! Упа! Что-то у нас тут все-таки не получилось. Не получилось. Так, возможно прохождение через сингулярное состояние. Это возможно, поскольку сингулярность внутри черной дыры, она не совсем там устроена, как мы это привыкли думать. Значит, при этом через вот это вот сингулярное состояние, лучше тогда эти не сингулярности, проходит вот этот некий конгломерат пространства, времени, материи, поскольку при таких кривизнах уже невозможно разделение на пространство и время. Все это физические степени свободы, квантовые, они завязаны между собой, и разделить их уже не так просто. Их можно разделить, когда эндельки становятся малыми, а когда они велики, это невозможно. Либо, скажем, весьма условно становится такая задача. Для того, чтобы существовали интегрированные сингулярности внутри, это уже не черная дыра, а черно-белая дыра. Это некая вот... Ой, даже не знаю, как сказать. Такой объект. Не черная дыра, не белая дыра, а черно-белая. Потому что там они сшиты друг с другом. Черная и белая дыра. По определению вы имеете дыру. Чуть-чуть подальше. Это скорее такой обзор, чтобы было понятно, что смотреться. Для того, чтобы существовала вот такая интегрируемая сингулярность внутри черно-белой дыры, необходимо рождение эффективной материи. Рождение происходит квантрагуляционным образом. Другого способа мы как-то пока не знаем. Вот это некий у нас незамеченный... Упс. Вот. В ходе просмотра, вот две надписи, они слились. Слились. Ну, нехорошо, конечно. Так. Значит, на вопрос космогенеза. Таким образом, у нас сразу возникает очевидный ответ. Вот. Исходя хотя бы из концепции вообще. Значит, сверхбольшая кривизна возникает в результате эволюционного коллапса в три черного дыры. И это не вызывает как-то большого внутреннего конфликта. Запуск, расширение Вселенной – это инверсия коллапса вещества. Там не только вещества. Там инверсия коллапса в белую дыру. Вот это уже вызывает. А вот, а мы вот подальше к этому подойдем. Вот. И, наконец, космологический поток, который новая Вселенная, она формируется из той эффективной материи, которая рождается внутри черно-белой дыры. Значит, и что такое индивидуируемую сингулярность? Чтобы было понятно. Опять-таки, если одним словом, чтобы было понятно, идея, да, вот рассмотрим вот такого рода метрику, которая похожа на метрику Шварценда. Или можно назвать метрикой типа метрики Шварценда. Здесь появляется n, и функция f имеет немножко другой смысл. Но на бесконечность можно считать, что n равняется 1, а f – это эволюционный потенциал. И тогда эта метрика Шварценда, я смотрю, сдалека. То есть это черная дыра. Но в данном случае мы вылагаем, что n и f – это действительные конечные функции элементных t и n. Действительные конечные функции. К большому счету, вот это и есть интегрируемая сингулярность. Это некое общее представление о том, что нет какой-то дельта-функции. А есть, как говорила Ирина Игорославовна, такой вот гаусян. Ну, в данном случае не обязательно гасян, а важно то, что это конечная функция. После этого мы можем ввести вот такое вот переопределение и перейти от языка потенциалов к языку вот такой вот эффективной массы. Поскольку похоже на массу, но можно ее так и называть. Однако мы полагаем, вот это вот, мы решаем уравнение Штейн, у нас получается вот такая вот вещь. Это уже, скажем так, имеет смысл, связанная именно с кривизмами и прочими метриками. У нас получается вот такое вот решение. И для того, чтобы интеграл сходился, вот оно это условие. У нас масса при равном нулю равняется нулю. Это и есть интегрируемая сингулярность. Что это означает? Для того, чтобы это реализовывалось, мы предполагаем, что где-то внутри сингулярности, вблизи сингулярного состояния происходит там же огромные кривизмы, огромные эволюционные поля. Естественно, там должна рождаться какая-то материя, например. Точнее, и материя, и пространство, и пространство. Вот это вот, не знаю, немножко сказать, некая бульбина. Вантовая пена, термин, закрепившийся с другими понятиями. Вот такая вот эффективная материя, которая рождается вблизи сингулярного состояния. Можно нарисовать диаграмм Пенроуза для чёрно-белой дыры. Слева это диаграмм Пенроуза для радиальных геодезических, а вот это вот для спиральных геодезических. Вот, и то есть прохождение, вот оно, оно становится возможным при ограничении на потенциал, при равном ноле. Можно посчитать конечный, можно посчитать компоненты Тезер-Кривиз-Ги. Нас, естественно, интересует вблизи там конечный, или что происходит с этими приливными силами. Значит, для этого логично перейти в локально-менковскую, в локально-менковском пространстве времени всё считать, в локально-менковскую метрию. Получается вот такого рода величины. И мы видим, что для радиальных геодезических здесь производная, производная, производная. А поскольку у нас потенциал обращается ограничен, он становится, он переходит в константу. Вот, соответственно, эта величина равна нулю. И для радиальных геодезических у нас нет бесконечных приливных сил. Это означает возможность прохождения символярности. Для, скажем, нерадиальных геодезических ситуация несколько более сложная. Ну, наверное, мы... Ну, какая мотива вообще поддерживает вот это решение? Сейчас. А вот же как раз у нас на этот счёт есть следующий образ. А, хорошо. Для того, чтобы на бесконечность у нас всё было аккуратно, у нас функция M в T области чёрной дыры, значит, внутрь, вот, радиусом Шварцельда, у нас эта функция должна быть положительной. Это означает, что соответствующее давление... Упс. Это вам где-то 0 надо было уметь, что M в T. Это 0. А, в принципе, это некая гладкая функция AT. И при R равном нулю функция M, она просто пересекает 0. При R у нас, соответственно, чёрной... Ну, да, скажем так, T область чёрной дыры, это R больше нуля, и там функция M положительная. Белая дыра, космология, та Вселенная, которая рождается там снаружи, снаружи, конечно, тут не совсем подходящий термин, тем не менее, там, это R, поскольку это продолжение R меньше нуля. И тогда, чтобы потенциал был нормальный и плодность энергии положительный, тогда и M она тоже меняется так. Такая, получается, главная функция. Значит, для того, чтобы у нас, значит, всё работало, у нас давление, продольное давление должно быть меньше нуля. Самая простая модель, чтобы избавиться от всяких побочных эффектов, положить P равное минус эпси. И плюс P равняется нулю, в этом, по нашим дням, уже ничего особо экзотического нет. Тогда у нас есть вот такое вот равнение, которое является, ну, скажем-то, аналогом уравнения сохранения материи, скажем, оно вот такого вот цвета приобретает. После этого мы можем рассматривать различные модели, выделяя вот это вот поперечное давление. Есть продольное поперечное, вдоль R, да, и есть поперечное. Значит, вот мы рассмотрели две модели, A и B. Это ступенька и такая кривая ступенька. R нулевой — это параметр. Его значение, скажем, это практически очень близко к этому центральному, сингулярному состоянию. В основном рождение этой эффективной материи происходит именно так. В принципе, она рождается везде под радиусом шваршинга. Но наиболее, скажем, наибольший вклад — это именно вблизи сингулярного состояния. Это можно посчитать, но это я оставляю за кадром. Значит, вот симметричная ступенька. Вот она. Так устроено давление. Вот это R положительное, вот это R отрицательное. Вот это вот то, как менять, ждать потенциал. Как и предполагалось, он остается ограниченным. И нету никакой расходимости. А здесь, вот, все гладенько и симпатично. Мы можем в результате построить диаграмму Пенроуза, и мы получаем, как называемую, астротизическую черно-белую дыру. Вот со всеми этими соображениями. Вот, значит, движение частиц, указанность, сингулярность, радиус и так далее. Значит, второй пример. Это такая несимметричная ступенька. Вот она. Вот так устроено давление. Значит, снаружи давление отрицательное. И мы получаем, чуть позже я покажу соответствующую форму, асинтетические деситерскую Вселенную вот в этой вот области. Потенциал. Это решение. Значит, вот для этой ступеньки. И вот оно уходит туда. Это означает, что здесь у нас происходит, ну, в некотором роде, наверное, можно сказать, что рождение вещества. Так, вот соответствующая диаграмма Пенроуза для такого дела. Вот. И вот то, собственно говоря, на что нужно смотреть. Значит, это у нас гиперболические косинусы, сингенсы и, господи, катангенсы. Т это сопутствующее время. В этой вот, в этой области, скажем, по большому счету. Значит, если Тау мы устремляем без конечностей, у нас Эксилон стремится к константе. Так. И, скажем, в результате мы получаем, что у нас это не совсем, конечно, деситерская модель, но, по крайней мере, к ней очень близко, потому что, ну, чуть-чуть, немножко кривой начинается решение. Но, тем не менее, такой вот деситер. Потом, естественно, это может опять как-то разломаться, может стартовать инфляция, и мы опять получим нормальную, симпатичную Вселенную, ну, может быть, даже похожую на она. Значит, дочерние Вселенные, получается, у нас формируются в Т областях черно-белый дыр, как что-то коллапсов звезд или чего угодно. Все, что, все эволюция, что может привозить к формированию черных дыр, может порождать такие вот дочерние Вселенные через вот этот вот механизм. Ну, это такое вещество, может такое откуда-то видеть? Оно рождается, потому что у нас вблизи сингулярности, понятно, что там очень большие плотности, да, потому что это вот сингулярность, понятно, там очень большие плотности, там очень большие кривизмы. Но на самом деле сингулярность, ну, обычно вот, ну, какая-то тема, он называется этот принцип Лешетелье, когда природа противодействует тому насилию, которое одним чинит, да, и начинает рождаться вещество. Вам надо предполагать, что вы нагружали-то какой-то, например, вы же не из акравитационных волн, там что-то типа. Это не акравитационный волн. Нет, нет, вам надо какой-то просто нагружали-то предложить, самую общую. Я думаю, что можно написать соответствующее выражение. Ну, скорее, в Ипоне достаточно. Вопрос. Это означало бы, наверное, себя самим ограничить, потому что это некая калантовая гравитация, ты ничего не попишешь. И если писать «ржаны», это уже некое ограничение. Может быть, на языке гидродинамическом, вот так, рассматривая примеры того, какие могут быть поперечные давления, натяжения, лучше сказать, вот это может быть более такой, менее ограничивающий нас способ. Тем более, что идея, она достаточно свежая. Но время меняется нестально в некотором роде, это уже как-то очень, вроде бы очень простые слова. Метрика перестает быть стационарной, если мы погружаемся под радиус шваншинга. Просто, вот, очень звучит просто и понятно. А на практике это приводит вот к таким далеко идущим последствиям. То есть и метрика становится нестационарной внутри. Если метрика внутри нестационарна, это автоматом означает рождение гравома, рождение обещества. Получается, что вот эта модель, она позволяет нам восстановить, действительно, мы можем получить те начальные условия, которые у нас были усилены. У нас, получается, высокие, сверхвысокие кризисные плотности. Это просто следствие того, что мы проходили через центральное сингулярное состояние, и там всё рождается в том количестве, в каком-то уровне нужно. Это никак не завязано на внешнюю массу этой чёрной дыры. У нас есть способ запустить расширение матери, это просто инверсия коллапса. И у нас есть квазиоднородный поток материи, потому что внутри, снаружи, у нас есть, снаружи чёрной дыры, у нас есть уже более-менее однородная метрика. Она остаётся однородной внутри, и, естественно, всё это выходит наружу тоже таким образом. Поскольку нет источника анизотерапии, получается, в результате, опять-таки, однородный поток материи. Но этому большому всё это то же самое. То есть однородность, как свойство космологии, как свойство Вселенной, это средство однородности чёрно-белых дыр. Это их, скажем, потомственная однородность, унаследованная от чёрной дыры. Значит, и космологический поток, естественно, всё это пространство и время, тесно завязанное друг на друга, всё настоётся и входит наружу. Что там дальше будет происходить, это, в общем-то, отдельный вопрос. Там самое главное через сингулярность полностью и протащить всё, что нам нужно. Вот. Можно только сообщить в несколько соображений, подводящие итог, что такое интегрируемая сингулярность. Значит, это некая объект нулевой массы, если смотреть прямо r равную нулю в этом плане только. И интегрируемая сингулярность, это, по большому счёту, и это и есть ограниченный конечный галлюциационный потенциал. Плотность там бесконечна, а масса нет. Такая ситуация, кстати, очень похожа на каспо тёмной материи внутри галлюциационных связанных объектов. Когда плотность расходится в нуле, тем не менее, масса ограничена. Точнее, масса просто равняется с нулю внутри такого рода объекта. Прерывные силы у нас оказываются конечными, по крайней мере, для радиальных геодезических. Ну и мы показали способ, как продолжить геодезические из чёрной дыры в белую дыру. Вот, ну это, по большому счёту, вот некий итог всего уже доклада о том, что наблюдаемая Вселенная, вот, это может быть некая просто промежуточная стадия эволюции такой супер-супер глобальной Вселенной. Поэтому вот мультиверс, слово заинто, вот гиперферс, но это по-русски уже, наверное, не скажешь. Гиперферс, мультиверс, суперферс. Вот это уже становится каким-то бесконечным порождением. Так что, возможно, мы живём в одной из фаз эволюции Вселенной. Чёрные дыры, которые возникают в нашей Вселенной, потому что вот так сложилась жизнь, константы есть, возможно, и так далее, они порождают дочерние Вселенные, вот этот мир продолжается, продолжается. Если в силу каких-то условий не смогли возникнуть чёрные дыры во Вселенной, естественно, у неё не будет потомков, и дальше её эволюция прекратится. Вот такая общая идея. Этим это немножко похоже на мультиверс ленты, но не нужно задаваться, откуда берётся вот этот вот начальный вот этот котёнок. Его не нужно. У нас есть чёрная дыра. А есть какая-то возможность предложить такую экспериментальную проверку, такой точки зрения, чтобы тут какой-то эффект, который только в этой сфере не есть, а в других нет. Я боюсь, что эта модель независимая результат в том смысле, что мы же обсуждаем то, что было до инфляции. Инфляция, она, к сожалению, всё стирает. Единственный наш шанс, если вдруг инфляция была короткой, и тогда мы можем увидеть какие-то вот подпечатки. То есть нам нужно исследовать, ну, для начала какую-то негауссовость в листерапиле. Да? То есть вам нужна негауссовость, в случае, которая... Проблема в том, что... Проблема в том, что если всё гауссово, и нет негауссово, это не означает, что этот механизм работает. Нет, 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 в данном случае гауссовость-не-гауссовость не имеет такого большого значения. Просто если мы обнаружим негауссовость, это будет означать, что, возможно, инфляция была короткой, и тогда мы что-то можем ещё говорить о том, что было до инфляции. Но я боюсь, честно говоря, что шансов к этому была невозможно. Безотносительно того, что было материальным носителем, двигателем, движителем инфляции, без разницы, последствий, они более-менее одинаковые. Ну, можно, конечно, ещё какие-то соображения привлекать об амплитуде глюционных пол, но их, опять-таки, надо для начала в полноценном засечь, чтобы быть уверенными, что они есть.